Здравствуйте! Мы с вами на канале Этон ТВ. Вы смотрите программу «Здоровый интерес». Сегодня мы продолжаем передачу про фестиваль ПУХ. Саша, в двух словах напомни, что такое ПУХ? Фестиваль ПУХ – это душевный яркий отдых в компании новых друзей. Замечательно. Сегодня пришло время рассказать вообще о тех, кто готовит этот фестиваль, кто его делает и как делает. Итак, начнем с Ильи. Пожалуйста. Привет! Меня зовут Илья. Я профессиональный актер, танцор, перформер, педагог. Уже более 10 лет я преподаю контактную импровизацию, искусство перформанса. И уже лет 7, наверное, мы вместе хулиганим на тему ПУХа. Вот. Окей. Катя. Я Катя, и мое резюме очень похоже на резюме Ильи, потому что мы учились вместе, преподавали вместе. И вот уже 12 лет продолжаем делать вместе совместные проекты. И я тоже актриса, я тоже танцовщица и перформер. И еще профессиональный соматический образователь. Замечательно. Саша, твоя очередь. Моя очередь. Здравствуйте, я Саша. Я профессиональный тренер. Я занимаюсь восточными практиками цигун, тэй-дзи-цюань. Я веду медитацию, веду боевое искусство. Очень много лет. Также я занимаюсь голосом и обожаю танцевать в контактную импровизацию. Классно. Ну, теперь пришло время рассказать, как же это происходит. Как вы готовите эту кухню? Можете открыть секреты кулинарные? Кухня. Пухня. На самом деле все очень просто. Мы встречаемся втроем, бросаем какую-нибудь идею и начинаем ее развивать. Ну, вот, допустим, у нас лежит листок бумаги, на котором написана тема следующего фестиваля. Тема... Например, мы едем куда-то. Например, на Байкал. Хороший пример. Давайте сделаем демо. Такое, как будто бы. Придумайте тему. Подбросите нам тему. Отлично. Так, я думаю, что тема может быть... Вживую. Жизнь насекомых. Жизнь насекомых. Жизнь насекомых. На Байкале. Жизнь насекомых на Байкале. Решили? Решили. Понятно. Шесть дней жизни насекомых на Байкале. Я думаю, первый день. Это день знакомства насекомых. Потому что, ну, как бы, каждая насекомая одинокая. Оно, естественно, ищет себе кого-то. Кого-то, ну, для того, чтобы как-то поиграть, встретиться, познакомиться. Хоботками как-то помериться. А, окей. Значит, хоботки будут. И крылышки будут. Сразу понятно, что у нас будут крылышки. Можно даже такие штучки какие-то сделать. Катя, ну, давай. Что-нибудь. Я думаю так, что... По-моему, у насекомого много ног. Поэтому, я думаю, нужно будет брать ноги еще с собой какие-нибудь. Что важно. Дальше мы делаем так. Примерно так и начинается. Мы зажигаемся. Понимаем, что насекомые – это наша тема сейчас. И дальше мы спрашиваем. А что в жизни насекомых нас интересует? Вот. Илья сказал про встречи. Я сказал про встречи. Я сказал, что театр насекомых – это самый интересный театр. Мне в насекомых интересен полет. Они летают, жужжат, они светятся. Они живут весело в воздухе. Да, Саша, еще они пьют кровь. Это отдельный насекомый. Это будет специальный отдельный день. Третий день, как обычно. Это возлияние, кровяное возлияние. Стойте, стойте, стойте. В насекомых мне очень интересно, что если у них очень много ножек, как говорит Илья, то все эти ножки могут танцевать свой особенный танец. Это может быть танец и с открытыми глазами, и с открытыми, и на природе, и в зале. А еще они могут петь. Ой, это здорово. Можно из нескольких людей сделать насекомых таких. Прям такой перформанс. Представляешь, как насекомые получают массаж? Ой, а вы читали «Муравьи» этого самого? Классная штука. Прочитаем, там столько вдохновения будет. Там столько про жизнь насекомых. Французский автор, не помню. Театр насекомых, танец насекомых. Медитация насекомого понятна. Хорь на веку участвовать. А гимном будет полет шмеля. Гимном будет полет шмеля. Мы набираем творческие произведения, мы набираем имиджи, ассоциации, картины. Все, что нас вдохновляет в этом. Я думаю, что у нас будет мастер-класс по жужжанию. То есть хоровое жужжание. Акапельно мы будем исполнять. Сейчас. Полеты будем делать. У меня не пищится сегодня. Так, так вот так все это рождается. Ну, как-то так, да, примерно. Рождается так. Мы зажигаемся, мы зажигаемся идеи, мы бросаем ассоциации, мы бросаем идеи. И дальше мы берем из своего опыта. У каждого громадный багаж опыта, и мы понимаем друг друга. Когда я говорю какую-то идею, нам каждому понятно примерно, о чем это. И мы вставляем эти процессы, просто выписываем на лист очень много всяких идей. А дальше мы просто формируем некоторый порядок. Разумный порядок по тем идеям, как работает группа. Да, есть начало, чтобы люди раскрепостились, чтобы они познакомились. Дальше, чтобы они сплотились. Дальше они уже могут творить. Только после этого они действительно творят. И происходят замечательные перформансы, импровизации, и уже где-то на третий день группа, это коллектив знакомых, близких друзей, которые просто играются в эту нашу безумную идею. Саша, подождите, ну вот я хочу понять. Вот вы бросаете такую идею, например, насекомые. Да, вот приезжают люди, в общем-то, взрослые, солидные люди. Взрослые, солидные. И вот они как бы вот сразу так, чик, включаются, и становятся насекомыми, сороконожками, шмелями, там, гусеницами. Ну, мы сначала делаем практику тайчи, это обязательно, вот, тайчи насекомого. После сорока минут занятия, ты уже понимаешь, что у тебя вот начинают шевелиться рожки, вот, начинают как в фильме «Муха» прорастать крылья. То есть, как бы человек настраивается на нужный лад, и потом мы как-то все это в творческие перемалываем, перерабатываем, и люди, вот, ну вот, ближайший пух мы, я беру, цыганский, да. Мы встретились, мы через 15 минут уже танцевали цыганский танец, быстро научились танцевать. Цыганский танец, уже через час мы уже сочиняли романсы, вот, пели цыганские, вот, и через два дня мы уже выступали. Это удивительно, на самом деле, люди очень-очень скучают по игре, по общению, по каким-то, по детству, по тем вещам, которые можно было делать только в детстве, а сейчас почему-то вот нельзя, потому что есть работа, дом, офис, но на самом деле, когда вдруг оказывается, что все можно, люди готовы быть насекомыми через секунду. Катя, извините, я обязательно должен внести ремарочку для тех, кто не видел предыдущей передачи. Друзья, это все делается без всяких стимуляций, никаких наркотиков, спиртного и прочих-прочих замечательных стимуляторов. Только желт. И зеленый чай. Похоже, мы потеряли аудиторию. Еще, естественно, мы делаем пассажи, мы танцуем, мы делаем дыхательные практики, медитации. В общем, это на самом деле, это для меня такой очень естественный способ провести время. То есть, когда я чувствую себя очень честно по отношению к себе, я не стараюсь надеть какую-то маску, а маска насекомого, она слезает за секунду, когда начинается какое-то реально живое общение, какая-то встреча между двумя людьми. И вот эта ценность этой секунды взаимодействия партнеров, когда я вижу глаза другого человека, это удивительно. И это вот самое ценное. Илья, скажите, а вот будущий фестиваль, который пройдет на Байкале, он действительно будет на тему насекомых или это вот так вот бросили просто? Ну, следующий фестиваль на Байкале, он будет на тему силы. Извините, еще раз, когда он произойдет? Он произойдет с 30 июля по 10-9 августа. То есть, вот уже скоро? Совсем скоро, да. И это для меня, это такой поход за силой. Это в каком-то смысле перезагрузка, вот. Мы идем туда питаться творческой энергией, энергией этого места божественного, природой, питаться. Мы идем туда раскрывать себя навстречу силе и мощи Байкала, природы и мест. Еще хочу добавить, что, естественно, путешествия. Мы будем ездить в разные места, там параллельно с нами будет происходить шаманский фестиваль, мы обязательно его посетим. Обязательно. На шаманский фестиваль, да со своим бубном. Да-да-да. Друзья, у вас еще есть время присоединиться к этому замечательному действу, а мы благодарим наших гостей и вернемся еще к этой теме. Всего доброго, вы были на канале Eton TV и смотрели программу «Здоровый интерес». Попрощайтесь, ребят. Счастливо. До свидания. Тут трудо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»